Итоги работы судов Тюменской области обсудили сегодня на совещании. В 2022 году суды региона первой инстанции рассмотрели больше 754 тысяч дел и материалов. К 70% всех осужденных применяли меры и наказания, не связанные с лишением свободы. Но в целом, общее количество тех, кто все же получил реальный срок по сравнению с предыдущим периодом, выросло. А вот тех, кто получил штраф, наоборот, снизилось. На итоговом совещании губернатор региона Александр Мор отметил, что важно, чтобы все ветви власти действовали грамотно. Правительство области, в свою очередь, оказывает содействие и в осуществлении правосудия и соблюдению законности. В 2022 году из-за блокного бюджета в полной мере профинансирована работа управления по обеспечению деятельности мировых судей Тюменской области. Почти 500 миллионов рублей на бюджет финансирования составил. Управление проводит мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и нового характера. Все это направлено на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия и мировых судей. Обсудили на заседании и итоги Всероссийского съезда судей. Настрой на гуманизацию и социальную направленность. Это в столице озвучил Вячеслав Лебедев. В соответствии с этим планируют выстраивать работу и суды региона. На данный момент в судах Тюменской области открыты 47 вакансий. Состав судей, которые имели определенные возрастные какие-то моменты, они посчитали, что необходимо уйти в отставку. Нужна замена просто. Это все рабочая ситуация. Я думаю, мы ее поправим в ближайшее время. Во всяком случае, в 2023 году. Это первая задача у нас приступная, укрепить судейский состав. Продолжение следует...